Всем привет, я Нед Брукс и сегодня мы поработаем над уверенным контролем над шайбой и созданием свободного пространства для оптимизации владения этой шайбой в зоне атаки. Любой команде хочется вести в счете и это похвальное стремление, но это стремление необходимо обеспечить и поэтому мы сегодня здесь. Упражнение, которое мы продемонстрируем вам в течение этой сессии, это лишь небольшая толика того, что мы делаем с моими ребятами ежедневно, но это очень хорошая практика, на которую стоит обратить ваше внимание. Сначала я хочу поговорить о том, как можно опередить соперника в борьбе за шайбу. Очень часто многие игроки тянутся к шайбе клюшкой, пытаясь установить над ней контроль при помощи этой клюшки и естественно эту борьбу они проигрывают, поскольку корпус всегда надежнее клюшки и если мне удается укрыть шайбу корпусом, я заведомо выигрываю это противоборство. Победив противоборство, мы будем защищать шайбу всеми способами, но сегодня мы не будем уделять этому слишком большое внимание и я быстро дам свисток, поскольку это упражнение посвящено борьбе за шайбу, а не ее защите. Заслонив шайбу корпусом и организовав свободное пространство перед собой, почувствуюсь сзади на себе руки защитника и контролируя их перемещение, владей шайбой. Это позволит тебе улавливать все намерения соперника. Выполняя упражнения, мы стараемся работать внутри круга, даже дабы соблюсти компактность игровых действий, ведь борьба за шайбу практически всегда ведется на ограниченном пространстве. Для того, чтобы увеличить плотность действий, следующее повторение мы проведем, сменив лишь одного игрока. Пусть тот, кто выиграл борьбу за шайбу и поработал над ее контролем, поработает теперь как игрок, ведущий полупассивное противодействие, и пусть он окажет на носителя шайбы определенное давление. Давайте рассмотрим следующее упражнение. При его выполнении мы еще не будем использовать бросок поворотом. Но я всех призываю помнить, что бросок поворотом – это квинтэссенция выполненной тобой работы, и акцент на его выполнении должен быть такой же, как на работе, предложенной тебе в виде основной. Вот позиция, в которой у меня есть совсем небольшая фора перед соперником. Эффективно использую эту фору, я не веду с ним борьбу, а стараюсь занять внутреннюю позицию в векторе нашего движения. Начиная упражнение, я ставлю свой корпус перед соперником и, отобрав шайбу, защищаю ее. Смещение в центр на внутреннюю линию позволяет мне отвоевать пространство и завладеть шайбой, а это значит, я выигрываю этот игровой эпизод. Посмотрите, как грамотно исполняют это задание ребята. Их активность вполне похвальна и адекватно предложенной ситуации. Давайте посмотрим, как выглядит это упражнение со стороны. Перейдем к третьему упражнению. В этом упражнении уже будут принимать участие два игрока одной команды, ведущей атаку, и один игрок, который оказывает им противодействие. Выиграв шайбу, мой партнер, на которого оказывается воздействие, ищет меня для передачи, а я, в свою очередь, стараюсь под нее открыться. Мы разыгрываем шайбу в формате 2 на 1, и у нас получается достаточно неплохо для игры с листа. Вот ребята работают сами, и у них получается хорошая игра. И заметьте, ребята соблюдают условия работы в круге, при этом они весьма подвижны и очень активны. Давайте сменим состав, по традиции привлекая только одного запасного игрока для смены, и продолжим работу. Посмотрите, на мой взгляд, тут есть на что посмотреть.